Всем привет! Сразу хочу сделать объявление в магазине Мир Вышивки. Скидка 5% для всех покупателей. Вы можете воспользоваться моим промокодом INESA. Вся информация есть под видео и будет для вас дополнительная скидка 5%. Эта скидка суммируется со всеми скидками и акциями, которые есть на сайте. Эта скидка будет продолжаться до 1 мая, с 15 апреля по 1 мая. А потом будет уже скидка 10% для покупателей, которые делают заказ впервые. Сегодня у меня будет отчет за неделю. Это будет не вышивальная неделя. Я не снимала каждый день. Я просто вам покажу, чем я занималась в течение недели. Что я вышивала. Но, во-первых, я начала вышивать павлина. Вы уже видели павлина от Dimensions. Сейчас покажу, что я навышивала, как он продвигается. Посмотрите, какой красивый магнит. Это подарок. Очень подходит вот для этого павлина. Они просто созданы друг для друга. Сразу скажу, вышивать сложновато. Мне схема мелкая, пестрая. Но ничего, я привыкаю. Посмотрите, что я навышивала. Знаете, что интересно? Начала со своего любимого правого нижнего угла. А здесь везде идет полукрест. Посмотрите, сколько много полукреста. Получается, что я вышила раз, два, три, четыре, пять. И сюда пять, шесть, семь, восемь. Почти десять клеток. Ты где-то тысячу полукрестов. Тихо, Ричард. Не перебивай. Вышила я вот столько полукрестов и надоело мне вышивать полукресты. Я перешла вот сюда. Начала вышивать хвост павлина. Здесь уже у меня стало продвигаться побыстрее, повеселее. В общем, я не знаю. Наверное, надо чередовать. Очень много здесь полукрестов. И, наверное, нужно вперемешку как-то вышивать, потому что большое количество полукрестов вышивать очень-очень сложно. Но сама по себе работа интересная. Особых таких сложностей здесь нет. Но потом, когда будет много бэкстича, понятно, будет сложно. А так, в принципе, ничего сложного, ничего особенного здесь нет. Но цвета очень-очень красивые. Работа нравится. Участвую я с этой работой в СП у Юлии Сайкиной. Называется СП Павлины. И я вступила и начала вышивать вот этот замечательный набор. Вот такая коробочка у меня еще есть. В этой коробочке лежат процессы. В предыдущем видео я показывала вот этот процесс. Это икона Святая Агния. Вот я уже сколько вышила. Я уже в видео показывала, как я начинала вышивать. Что хочу сказать. Вот эта шелковая основа, она на ощупь действительно как шелк. На пяльцах вышивать еще более-менее. Но я люблю вышивать на руках. И неприятная основа в том плане, что она выпрыгивает из рук. Но когда запялено, все нормально. Невозможно ее запялить вот в эти пяльцы 20-сантиметровые полностью. Поскольку наборчик небольшой. Конва небольшая. Основа вернее. И вот сейчас немножечко лик смотрится стянут. Но вот так если его натянуть, в принципе все нормально. Вот. Но есть определенные сложности в том, что очень тонкая. Говорят, что нужно наклеить на флазерин. Не хочу ничего клеить. Если бы я хотела что-то клеить, то я не покупала бы набор, а покупала бы что-то отдельно. В наборе я предпочитаю... Вот все как в наборе предусмотрено, так я и вышиваю. Вот. Так что... Вообще подбор бисера очень красивый. Вот смотрите, сколько я уже вышила. Вот видите? Вот я вышивала на этой неделе. Вот. В принципе все подобрано очень красиво. На таком маленьком размере, в общем-то, смотрится достаточно хорошо. Когда большая икона, то там понятно, что рисунок может быть более интересный. И сочетание бисера, да, там может быть много цветов. Но на маленьких иконах редко бывает вот такое сочетание цветов. Как-то хорошо подобрано. Мне, в общем-то, понравилась эта икона от фирмы Светлица. Я вам в конце оставлю ссылочку на видео, где я вышиваю. Там есть ссылки, где купила. Кстати, вот эти наборы от фирмы Светлица очень даже дешевые. Вот. Поэтому как-то я считаю, что для такой ценовой категории набор просто шикарный. И вот, как видите, вышило уже много. Вот. Начала уже вышивать одежду. Фон вот здесь с правой стороны уже вышит. Ну, в общем-то, еще немного и будет закончено. Продвигается достаточно быстро. В принципе, если бы не шелковая основа, вообще было бы все идеально. Но, опять же, это на любителя. Кому-то нравится такая, кому-то хлопковая. Я привыкла больше с хлопком. Можно иметь дело. Вот так я насыпала бисер вот в эту коробку. Бисер по цветам. Цвета очень красивые. Особенно, знаете, что хочу сказать. Вот этот вот бисер, он серебристый с голубым оттенком. Это такой красивый бисер. На камере и на фотографии никогда не передается цвет бисера. Ну, он просто замечательный. Вот его можно разглядывать. Ну, я даже не знаю, с чем его сравнить. Льдинки. Ну, льдинки белее. Все-таки этот более такой голубой. Но это такой красивый бисер. Я, кстати, никогда не видела в чешском бисере в палитре вот именно такого цвета. Первый раз у меня в наборе попался вот такой цвет. Хотя я очень много вышила икон. Очень красивый. Мне нравится. И смотрите, что я еще нашла. Что лежит у меня в этой сумке. Почему я говорю нашла? Потому что давно я этот уже проект свой забросила. Так, это у меня от алмазной мозаики стразы. Это Алина выкладывает. Просто здесь лежат у меня, чтобы не рассыпались. А тут смотрите, что у меня. Это сумка. Помните, сумка у меня вот такая, вот, расшитая бисером и камнями, которую я давным-давно начала расшивать. И знаете, что меня утомило? То, что нужно туда постоянно подлазить. Мне это показалось утомительным. Хотя, смотрите, какой красивый получается рисунок. Вот эту всю-всю сумку надо расшить. Хотя мама мне говорила, расши одну сторону, а вторую не нужно, потому что будет цепляться за одежду. Но что хочу сказать. Я даже одну сторону не осилила. Смотрите, я только начала. Мало того, что здесь круговая техника, нужно постоянно переворачивать. Вот так вот все. Еще и нужно туда подлазить. Я не думала, что это так сложно. Вот честно признаюсь. Хотя, лето на носу. Как бы классно было расшить эту сумку и летом ее носить. Я еще к прошлому лету хотела ее вышить, но не тут-то было. В общем, ничего у меня не получилось. Так, Алина колонку включает. Звуки посторонние. В общем, вот такая вот сумка. Так хочу вышить. Посмотрите, как организовала я вот этот процесс. Вот как он у меня организован. Смотрите, какое количество бисера. Буст. Ну, это просто сказка. Я не знаю. Это прям песня. Я не знаю, как назвать, какими словами. Посмотрите, какое большое количество бусин, бисера. Ну, я очень хочу вышить эту сумку. Я думаю, может, она понемножку у меня будет продвигаться. Вот эта игольничка. Это моя мама делала когда-то игольничку. Нитки, нитевдеватель. Нитки, кстати, были в комплекте от фирмы Матрёнин Посад, по-моему. Так, ещё иголок у меня здесь куча. В общем, представляете, год лежит уже вот этот у меня процесс. И ждёт, когда же я продолжу его вышивать. Вот так вот всё в коробочке лежит. Я его обнаружила недавно. Ну, я, конечно, о нём помнила. Но так подумала, лето на носу, хорошо бы продолжить. И, кстати, здесь у меня лежит напёрсток. Даже в некоторых местах, по-моему, мне приходилось пользоваться напёрстком, потому что основа достаточно плотная. Здесь вот есть подкладка. Она не зашита. Сначала вот это всё вышиваешь, потом зашиваешь дно подкладки. И получается сумка вот на таком длинном ремне. Но очень хочется вышить. Плотная-плотная основа. Очень похоже на... Даже не знаю, на что похоже. На очень плотную джинсовую ткань. Вот на ощупь я имею в виду. Ну, достаточно плотная. Ну, в общем, вот такие вот у меня процессы. Вот этот, надеюсь, понемножечку буду продолжать. Ну, основной процесс у меня бисерный, святая Агния и павлин от Dimensions. Я ещё вышила достаточно прилично в наборе от Токарева и Леопард. Но буду делать попозже отдельный обзор, отчёт вот конкретно по этому процессу. Потому что там уже вышел достаточно большой кусок. И поскольку мнение противоречивое по поводу этих наборов, я хочу своё мнение высказать. Но, так, забегая вперёд, скажу, что пока то, что получается, мне очень нравится. Ну, а вы уже посмотрите сами, будете делать свои выводы. Я ещё там вышлю несколько рядочков и обязательно сделаю отчёт. В общем, где-то через недельку буду делать отчёт по процессу Леопарда, потому что всё-таки просили. Я говорила, не буду вам показывать, но зрители просят, хотят посмотреть то, что получается. Поэтому, ну, какой смысл-то мне прятать и скрывать? Всё-таки я покажу. Ну, и в заключении этого видео хочу показать, какие у меня были подарки на этой неделе. Хочу вам показать подарок, который мне пришёл от Ларисы, с которой мы давно общаемся. А, посмотрите, какой платок. Это натуральный шёлк. Из Китая она привезла этот платок. Посмотрите, какая расцветка моя любимая. Серый с голубым. Очень красивое сочетание. Алина уже сегодня примеряла. У Алины серого цвета, вот такого стального цвета плащ. Она уже его хотела, этот платочек у меня, приватизировать. Ну, у кого есть взрослые дочери, вы все понимаете, что часто вещи на двоих. Ну, в принципе, мы с ней меняемся. Шарфиками, платочками, перчатками. Кстати, очень удобно. Особенно, когда один размер обуви. Вот такой чай. Это тоже чай, привезённый из Китая. Нужно будет попробовать. Так, герметично упакован. Вакуумная упаковка. Первый раз вижу такую упаковку. Вот такой наборчик. Только недавно у меня было видео. И там был рекламный проспект от фирмы, сделанной с любовью. И там был вот этот наборчик. Я ещё, помните, говорила, клевер это или что. Дело в том, что у нас растёт белый клевер на огороде с мелкими листочками. Но в поле у нас клевер не растёт. У нас же степи. Это клевер. Розовый, полевой. Я ещё говорила, очень понравился мне вот этот дизайн. И это сделано с любовью. Я ещё не вышивала наборы. И, представляете, не успела я это сказать. Как Лариса исполнила моё желание. И этот набор появился в моей коллекции. Размер 25 на 35 сантиметров. Вышивается он на 14 конве. Я уже в прошлый раз смотрела. Как раз этот был рекламный проспект. И там было написано, что на 14 конве вышивается. Так, кошки, собаки, тихо, не мешайте мне видео снимать. Шумят. В общем, вот такой вот наборчик от фирмы «Сделано с любовью». Дизайнер Светлана Прокопец. Очень красивый дизайн. Мне понравился. На 14 конве при таком небольшом размере, я считаю, что очень хорошая проработка схемы. Многие девочки, кто вышивал наборы от фирмы «Сделано с любовью», говорят, что картины получаются такие же красивые, как и на превью. Ну, ничем не хуже. И смотрите, что ещё пришло ко мне, что мне подарил Тимур. Это моя давняя хачушка. Набор Dimensions Gold Collection. Называется «Пион и Дельфинюм». Да, это очень сложный набор. Все, кто вышивал, говорят, что он очень сложный. И я не говорю, что я в ближайшее время начну его вышивать. Просто давно я хотела этот набор. Он был у меня в хачушках. И Тимур исполнил моё желание. Подарил мне вот такой замечательный набор. Просто без всякого праздника подарил мне вот такой набор. Вот такие у меня вышивальные новости. Большое спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok